Добрый день, дамы и господа! На связи с вами Игорь Порох. Мы сегодня сделаем с вами обзор технического анализа по определенным монетам и также рассмотрим мы рынок в целом по новостям. Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим небольшой рост на рынке криптовалют. По-прежнему капитализация остается на месте. 265,9 миллиарда долларов в битке. Где большинство активов держится в биткоине, 42,5% доминантность его. Но мы видим рост. Этот рост вызван тем, что BlackRock, один из крупнейших провайдеров ETF-торговли, собирается, смотрит в сторону рынка криптовалют. Именно поэтому многие об этом услышали и думают, что это хороший сигнал. Вполне возможно быть. Новостной фон хороший уже создали о том, что SEC будет или подтверждать то, что будет разрешено торговля ETF-ами на биткоин или отклонять эту возможность. Это мы все узнаем 10 августа. Но как мы видим, многие уже на фоне за месяц до этого собираются холдить битки, покупают. Все думают, что это будет опрувлено, то есть дадут добро на торговлю ETF-ами в биткоинах. И на этом фоне начинается рост. Вполне возможно. Но мы сейчас рассмотрим несколько вариантов, как следует быть сейчас и к чему нужно быть готовым. Кобинхуд собирается добавить валютные пары, то есть можно будет торговать криптовалюту к фиатным деньгам. Это очень интересно будет, поскольку биржа очень хорошая, достаточно-таки хорошо себя за теми давала. При том, при всем, что будет торговля без комиссии. Это очень будет интересно. Так, кто же про ETF-ы? Все смотрят. Полоникс собирается запустить платформу на EOS и на Android. Можно будет торговать через Полоникс. Дидье Драгба собирается быть амбассадором одной из криптовалюты. Тоже достаточно интересная новость. Так, давайте посмотрим по теханализу. Что мы видим сейчас? Когда я смотрел биткоин в сторону 5000 долларов, я говорил о том, что я добавился по 6500 долларов. И первые цели на выход у меня будут стоять по 6100 долларов. Сейчас у нас было 12 числа 6079 долларов. Частично позиция моя прикрыта. Пока я все еще нахожусь в шорте. И в принципе могу быть готовым к тому, что мне придется покрыть по стопам свою шорт-позицию. Убытка никакого у меня не будет. Там почти выйду в ноль, грубо говоря. Но здесь будем идти от обратного. Недавние новости появились о том, что ETF собирается запустить на биткоин. Соответственно, рынок это все двигает в сторону роста хайпа. Поэтому нужно рассматривать другую сторону металли, что может рынок и пойти вверх. То есть может сейчас развернуться и пойти вверх. Что бы я делал сейчас, если бы я не был бы в шорте? Если бы я смотрел в рост. Значит, при закрытии зеленой свечи выше 21 скользящей, можно входить в лонг-позицию. При пробое зеленой дневной свечи выше 50 скользящей и красной линии Fibonacci 6795 долларов закрывается зеленый свеча вверх. Можно добавить позицию с целью до 7800 и стопами за 6190 долларов. То есть если вы входите в позицию, здесь добавляете по 6800, цель 7850, стоп-лосс у вас должен стоять за 6190 долларов, если закрывается красная свеча ниже этого уровня. Это то, что можно делать по биткоину, поскольку в действительности такая новость может сподвигнуть рынок к росту. Эфир-доллар практически та же самая ситуация. При закрытии 20 скользящей свечи выше, можно входить частично в лонг-позицию. При пробое 514 долларов можно добавить позицию с целью до 650 долларов. Ну и стопы я поставил где-то за 419 долларов. Все это при закрытии дневных свечей. Надеюсь, здесь понятно было, вопросов не было. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь объяснить другими словами, на примере, что лучше делать. Request Network – один из моих активов, который относится к Bind Hold. Если рынок действительно будет разворачиваться и все будет здесь достаточно-таки хорошо, отличный вариант для входа в позицию по Request Network. Стопы можно поставить за уровень 960 сатоши, входить в позицию сейчас допустимо, добрать позицию при пробитии выше 20 скользящей, и цель поставить до 1500 сатоши. Стопы поставить за лои данной свечи, которая была 14 июля. Лои были 970 сатоши, ну, 965 сатоши, там можно поставить стопы. И цель будет до 1500 сатоши, то есть это будет первая цель по Request Network. Входить можно сейчас, достаточно-таки хорошая возможность, то, что мы начали поливной, и будет актив расти, поскольку действительно проект хороший, но служивает на рост. Бат! После добавления его на ряд бирж, бат дал хороший рост, мы видим, но, предположительно, здесь у него хай по цене 5860 сатоши, может быть, достанет 6110 сатоши. Но я бы здесь в позицию не входил бы, поскольку здесь возможные хайи, от которого он может немножечко откатить вниз. Поэтому входить в позицию – это не самое удобное время, это мое мнение. Но если вы будете холдить его до конца этого года, возможно, следующего года, тогда можете покупать любое удобное для вас время в этом ренже. Для активных ребят, которые торгуют, здесь, возможно, будет хайи, от которого он может отскочить, и сделать небольшой откат 50-60%. То есть, если мы допускаем, что здесь будут хайи, вот так вот, да, а 50-60% будет откат в эту часть, вот на этих уровнях потом можно будет это закупиться. То есть, в принципе, расстояние небольшое, да, 4500 сатоши, сейчас он торгует за 5200, то есть, если он будет идти где-то к этой зоне, тогда вы сможете закупаться монетой Basic Attention Token. Надеюсь, я был здесь лаконичен и было понятно по идее торговли в данной позиции. Еще одна монета по запросу, SelfKey. Я так понимаю, актив здесь находит какие-то свои лаи. Давайте посмотрим еще на другой чарте, здесь плохо его видно в этой чарте. То есть, с момента его открытия торговли, в принципе, это еще может он сходить вниз, здесь еще куда сходить вниз, он падал по цене до 0.0067 тысячных цента. Сейчас он стоит 0.1 цент, то есть, ну, вообще 1 цент, да, то есть, еще в 2 раза он может упасть в цене, поэтому я не говорю, что это его пол. Если вы торгуете его на долгосрок или вы хотите его холдить, там, до конца этого года, то можете частично прикупить сейчас процентов на 50 и ждать, потому что, возможно, он еще сходит вниз, как показывает данный чарк, он стоил еще дешевле в 2 раза, поэтому я не скажу, что это отличная цена или это дно для этого проекта. Надеюсь, я был оконичен, надеюсь, я было хорошо донес вам свою идею по торгам, как я буду принимать решения в тех или иных позициях. Больше меня интересует биткоин эфир, реквестнетворк, очень хорошая идея, также буду ее торговать, так как я рассказал, бат воздержусь, ки тоже воздержусь. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментариях, если хотите осмотреть какие-то токены в следующих обзорах, обязательно пишите. Если у вас есть понимание по фундаментальным анализам каких-то из проектов, которые наши подписчики пишут в комментариях, пожалуйста, присоединяйтесь к общению, высказывайте свои мнения, было бы интересно вас послушать. На связи с вами был Игорь Орак, всем большого профита, по поводу тренда, следим за рынком и, соответственно, принимаем решение в соответствии с того, какие ситуации происходят на рынке. Независимо от того, смотрим мы в лонг, смотрим в шорт, мы должны быть готовы к тому, что нам придется торговать его на куплю в лонг или же шортить его, если будет идти вниз. Наша задача зарабатывать в любых движениях крипторынка. Всем большого профита еще раз и большого и покутого тренда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok